Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Депутатам Госдумы рекомендовано принять во втором ключевом чтении законопроект, увеличивающий до 2500 рублей штраф для водителей за непропуск пешехода Инициативу, напомню, выдвинуло правительство страны Чиновники обеспокоились тем, что число наездов автомобилей на пеших граждан с годами растет В 2014 было возбуждено более 1,6 млн соответствующих административных дел В 2015 почти 1,7 млн, а в прошлом году уже 1,8 млн Трасса 101 Министерство финансов сообщило об актуальности планов по введению трех разновидностей полисов ОСАГО Первый с лимитом в 400 тысяч рублей по материальному ущербу и полмиллиона по вреду здоровью, как сейчас Второй с лимитом в 1 млн рублей по обоим видам ущерба Третий потолок 2 млн рублей Также Минфин считает возможным А. Увеличить срок действия автогражданки до трех лет И. Б. Отказаться от территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя Генеральная прокуратура составила список регионов, лидеров по числу водителей, которые повторно садятся за руль пьяными Возглавил перечень Красноярский край Далее идут Башкирия, Пермский край, Кемеровская и Нижегородская области и Алтайский край Чаще всего на нетрезвом вождении попадаются безработные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности Автоваз определился с датой начала продаж универсала Lada Vesta и его кроссовой версии SW Cross Это 26 октября сего года Выпуск новинок стартовал в Ижевске неделю назад В базовой версии машины получат хорошо знакомый бензиновый мотор 1.6 мощностью 106 лошадей В более дорогих версиях предусмотрен 122 сильный агрегат объемом 1.8 Трансмиссия, пятиступенчатая механика или робот такого же диапазона Стоимость самой навороченной Vesta Universal приблизится к миллиону рублей Трасса 101 На автосалоне во Франкфурте показали первый российский беспилотный автобус на электротяге Машина, получившая название «Матрешка» с фантазией, видимо, у ее создателей неважно Рассчитана максимум на 12 человек Максимальная скорость – 30 км в час Запас хода – порядка 130 км По словам разработчиков, электробус может отлично зарекомендовать себя в качестве экскурсионного или корпоративного транспорта А также в роли мобильного офиса На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok